МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У некоторых домиков есть труба с дымом, у некоторых домиков разные рисунки на крышах, у некоторых есть солнышки. И я, друзья, не зря обращаю на это все ваше внимание, потому что эти нюансы скоро нам пригодятся. Итак, начинаем играть. Один ведущий до четырех игроков. Раскладываем все карточки с домиками лицевой стороной вверх. А после все игроки закрывают глаза, а ведущий под одним из домиков прячет карточку с Мишкой Додо. Задача игроков – угадать домик. Как это можно сделать, отсекая все неверные варианты? Игроки задают ведущему вопрос. Мишка Додо спрятался в домике, где живут рыбки? Ведущий отвечает – нет. Значит, все карточки с рыбками можно перевернуть. Игроки задают свой вопрос по очереди. Мишка Додо в домике с дымом? Да, тогда все карточки, где дыма нет, мы переворачиваем, потому что Мишки Додо там нет. И чем больше задают дети своих вопросов, тем они ближе к цели, потому что карточек, под которыми может прятаться Мишка, становится все меньше. И если игрок уже знает, под какой карточкой прячется Додо, то он может дождаться своего хода и указать на карточку ведущему. И если он угадал, то он получает вот такой голубой жетон. Чтобы стать победителем партии, нужно собрать пять таких жетонов, и вы понимаете, что эта игра развивает речь ребенка, внимание и логическое мышление. Если ребенку уже просто играть, то вы игру можете усложнить, карточки не переворачивать, а всю полученную информацию держать в уме. Так будет сложнее. Если играете с ребенком вдвоем, а эта игра подойдет для детей от 4 до 7 лет, то вы можете все карточки разделить на две группы. И пусть каждый прячет своего Мишку и ищет чужого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова